Ленинопад в Харьковской области. За минувшую ночь минус 4 памятника вождю пролетариата. Кто чем занимается в Харькове? Подробнее Лидия Калинина. После главного Харьковского Ленина начали сносить и тех, что поменьше. Исполнители те же парни в черных балаклавах. Да и методы неизменны. Набрасывают трос, тянут и валят на землю. Так всего за несколько секунд расправились с памятником на железнодорожной станции Основа. А по осколкам еще и молотками хорошенько прошлись. Монумент на проспекте Ильича оказался более стойким. Встановили грузовик, привязали к нему тросы и заставили водителя тянуть. Стой! Лами его! Давай быстренько! Да, да, можно ждать! Этого Ленина уже валили. Его восстанавливал гурсовец. Сейчас чиновники не уверены, что будут это делать вновь. Все происходило недалеко от райотдела. Милиция уже традиционно падения Ильича не видела. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, которая не застала тех лиц, которые принимали участие в этом действии. Нарушителям грозит до четырех лет тюрьмы из-за хулиганства. Но харьковские радикалы готовы валить и других Ильичей. Что посеешь, то и пожнешь. Ленин сеял разруху. Ленин должен быть уничтожен. Все. Ничего связанного с Советским Союзом, с Лениным, не должно быть в Харькове. Ну а пока одни разрушают, другие заняты насущными проблемами, например, пенсиями и зарплатами. Сегодня Александр Вилокул, уже как оппозиционер, приехал на одно из можностроительных предприятий Харькова. Оппозиционный блок в новом парламенте отменит пенсионную реформу, уменьшит пенсионный возраст и проиндексирует пенсии и заработные оплаты в соответствии с реальной инфляцией и с ростом курса доллара. По словам Вилкула, от проведения пенсионной реформы в первую очередь пострадали женщины. Им подняли пенсионный возраст с 55 до 60 лет. В экономике кризиса чаще всего именно от них отказываются, когда сокращают рабочие места. И именно им оппозиционный блок обещает поддержку сейчас, когда нынешние верхи не могут, а низы не хотят жить так, как они живут. А ленин отпад в Харьковской области, казалось бы, и ни при чем. Лидия Карелина, Александр Яновский, подробности, Канал интер, Харьков.